От села Большая Орешевка до Кизляра чуть более 30 километров. Однако этот, казалось бы, короткий путь местным жителям приходится преодолевать с риском для жизни. Сказать, что дорога разбита, значит ничего не сказать. Дело осложняется и тем, что в селе нет никакой инфраструктуры. Дома, как в старые времена, топят дровами. С этими и другими проблемами местных жителей ознакомился Камиль Девятов. Ему слово. В Большой Орешевке живет более 3000 человек. До города 35 километров. Расстояние небольшое. Но при такой дороге, жалуются местные жители, добраться до Кизляра становится проблемой. Если в хорошую погоду это расстояние можно преодолеть в течение часа, то в непогоду из Большой Орешевки не выбраться. Работаю на автобусе, людей вожу. День два рейса я делаю. Я два раза чуть по этой дороге с людьми, месяца я не улетел по этой дороге. Вы еще рано, вы приехали, сейчас более-менее дорога сделана. Вот. Вот. Вы еще по-божески приехали бы пораньше, когда дожди шли. Там и танк не проезжал. Вот так по колесам колеи там. Во-первых. А во-вторых, эти депутаты туда-сюда говорят у нас. Они нас поминают только, когда выборы ближе, там, агитировать людей. Тогда только приезжают они. Собирают народ, там, кому-то что-то обещают, там, людей заманивают за собой и все. А как их изберут уже, после этого уже ни одной ноги, никто ничего не приходит сюда, никто. Насколько я помню, вот как я родился здесь, еще со школы обещают и дороги, и газофикацию села. И от этого, конечно, страдают пожилые люди пожилого возраста. Почему? Потому что молодые еще как-то могут, к примеру, заготовить дрова, там, колоть дрова. А взрослые люди, они на сегодняшний день не могут этого себе позволить в связи с проблемами со здоровьем. Жители села беспокоятся в первую очередь за своих детей. И их тревогу понять несложно. Внимание, аварийный мост. Ежедневные соседи Макаровки детей везут по нему в школу и обратно. Бетонная плита, которая, видимо, когда-то была частью единой конструкции, дала трещину и продолжает рассыпаться буквально по дням. Ну, это так не бывает все равно. А вот этот участок дороги снизу напоминает могилу. Если провалиться сюда, то выхода, скорее всего, не будет. У нас нет школы в селе, наши дети учатся здесь, в Большой Орешевке. Вот эта маршрутка два раза в день проезжает и сюда, и обратно. Вот представьте себе по этому мосту. Если завтра что-нибудь с этими детьми случится, виноватого, увы, будут искать долго все, абсолютно. Но не знаю, найдут ли. Мы обращались по поводу этого моста, но, однако, до сих пор нет. И глава администрации обращается, и все. Но нет никаких продвижений. Что-то можно сделать для нас? Или нельзя? Или нас на вымирание здесь оставили? С водой проблема осталась. Насчет газа, тоже вы сами заметили, нет газа здесь. Дорога, в первую очередь, непроходимая, вы сами видите. И то, что вы увидели сейчас, это безобразие. Школьная маршрутка, и один раз будет приключение. На всю Россию шум, гам. И глухая стена, никто сюда не приезжает. Самое заброшенное село, по-моему, в Козлярском районе. Но и на этом проблемы местных жителей не заканчиваются. Перебои со светом, отсутствие нормальных условий в быту и многое другое. Как говорится, накипело-наболело. У людей и вот начали рассказывать обо всем на камеру. Глава села Истарейщины много раз обращались в различные инстанции с просьбой решить главную проблему – сделать дорогу до Большой Орешевки. В первую очередь, наверное, на это должен обратить внимание автодор, собственность которого находится, это федеральная автодорога. Внимания этому практически никого не уделялось. В 2017 году только один участок, 5 километров, включили в бюджет, сделали там градированный. Но в каком состоянии он находится, вы сами видели. Делать кусками эту дорогу – это просто деньги выбрасывать на ветер, наверное, в плане экономики. Если делать, надо ее полностью сделать, сделать твердое покрытие. И тогда, на сегодняшний день, здесь никто не будет собираться, и проблем не будет никаких. Уважаемый Владимир Абдулалевич, большая просьба к вам и к председателю правительства Артему Алексеевичу Сдунову, чтобы приняли нас хотя бы в голову и пятерых, шестерых депутатов сельского поселения, и жителей, кто изъявит желание. Мы третий год пытаемся попасть к вам на прием, нам все время отказывают. Причину отказа я не знаю. 35 километров до цивилизации. Именно такое расстояние до Большой Орешевки до Кизляра. Но если власти не помогут этот короткий, казалось бы, путь, местным жителям придется преодолевать еще долго. Камиль Девятов, Салман Гедихмаев, телеканал ННТ, Большая Орешевка.